В отдельные частные случаи возникает вопрос, а что делать, если количество векторов 4, 5, 6? Нельзя же каждый раз отдельно разбирать отдельные случаи, процесс никогда не закончится. Надо что-то делать с общим случаем, когда количество векторов больше, чем 3. Для этого мы поступим следующим образом. Нам потребуется чертеж, это раз, и повторяем. Разбор общего случая. Начинаем с вспомогательной леммы. Звучит она так. Если какая-то подсистема векторов линейно зависима, то и вся система векторов, содержащая эту подсистему, также будет линейно зависима. Если какая-то подсистема векторов линейно зависима, то и вся система, содержащая эту подсистему, будет линейно зависима. Давайте мы этот факт докажем. Пускай у нас система векторов обозначена как А1 и так далее. А1, А1, А, Н. Выделим дни подсистемы. Пускай это будут векторы от Тенова до М. Вот это подсистема. Вот это подсистема. А это вся система. Мы предполагаем, что эти первые М-шук векторов линейно зависима. Значит, это подсистема, это вся полная система. Мы предполагаем, что подсистема линейно зависима. Вспоминаем, что это такое. По определению, у нас линейная зависимость означает такую вещь. Существует метривиальная линейная комбинация равная 0. Это для подсистемы. Ну а что такое линейная комбинация? Это сумма с коэффициентами. Значит, мы должны взять М-шук векторов с какими-то коэффициентами. Коэффициенты нам как числа неизвестны, но сказано, что существуют. Значит, какие-то есть коэффициенты. То есть, можно выбрать какие-то коэффициенты так, чтобы эта система была нетривиальной и еще одновременно равнялась 0. Давайте эти коэффициенты обозначим через бета. Бета 1, А1 плюс и так далее, плюс бета М, АМ равно 0. То есть, вот такая вещь существует. При этом, какой-то из бета отличается от нуля, потому что есть нетривиальность. Такая линейная комбинация существует. Один из ее коэффициентов не равен нулю. Мы должны придумать линейную комбинацию для всей системы. Сделаем это так. Вот в этом списке не хватает хвоста, то есть остаточных векторов после М до Н. Давайте мы эти векторы добавим с нулевыми коэффициентами. То есть, вот сюда приплюсуем остаток. То есть, напишем бета 1, А1 плюс и так далее, плюс бета М, АМ, плюс 0 на АМ, плюс 1, плюс и так далее, плюс 0 на АМ, равно 0. То есть, вот этот хвост мы добавили с нулевыми коэффициентами. Раз мы их добавили с нулевыми коэффициентами, сумма первых М штук была равна нулю, значит добавка тоже нулевая, и в итоге тоже получается 0. Формально эта формула, ну, ничуть не изменилась. Фактически, добавки там 0. Но с точки зрения линейных комбинаций мы увеличили количество векторов. Теперь уже не М штук, а Н штук векторов. То есть, участвуют все векторы из системы. И тут куча коэффициентов. И среди этих коэффициентов по-прежнему бета Катэ не равно нулю. То, что вот эти коэффициенты нулевые, это не портит нетривиальность. Потому что для того, чтобы была нетривиальность, достаточно, чтобы хотя бы один коэффициент был не 0. И значит, мы получили нетривиальную линейную комбинацию, которая равна нулю, но теперь уже для всей системы. И тем самым доказали левую. Левая простая оказалась, правильно? Чем она нам поможет? Следующей будет теорема, касающаяся четырех векторов. Пишем теорему. Теорема. В наблюдаемом нами трехмерном пространстве, трехмерном геометрическом пространстве, любые четыре вектора образуют линейно-зависимую систему. Любая система из четырех векторов, любые четыре вектора образуют линейно-зависимую систему. Любые четыре вектора образуют линейно-зависимую систему. Когда я говорю слова «в наблюдаемом нами», это вот в том, который мы видим, для которого мы можем построить чертеж, свойства которого мы изучали в школе, свойства которого описываются аксиомами Евклида. Не можно сказать так. Дело в том, что научные представления о нашем реальном мире, они сильно продвинулись с тех пор. Введена концепция четырехмерного пространства, есть еще всякие гипотетические концепции с большим числом измерений. То есть реальность, она может быть немножко сложнее, но та реальность, которую мы видим и наблюдаем, которой привыкли в обычной жизни, вот в этой реальности, значит, любые четыре вектора будут линейно-зависимыми. Сейчас давайте мы этот факт будем доказывать. То есть возьмем четыре вектора А1, А2, А3, А4. Они могут быть самыми разными. Среди них могут быть нулевые, среди них могут быть параллельные, среди них могут быть те, которые лежат в одной плоскости и так далее. Давайте мы сначала эти простые случаи выкидем. Ну, здесь исключим. Если допустить, если А1 равно нулю, или какой-то другой вектор равен нулю, то тогда один единственный вектор, который равен нулю, это будет линейно-зависимая система. Но в отношении ко всем четырем векторам, этот один единственный вектор будет под системой. И поэтому сработает наша линейно. Раз один вектор линейно-зависим, то и вся система, содержащая этот один вектор, тоже будет линейно-зависимой. Второй случай. Если А1 параллельно А2, мы знаем, что параллельные векторы, или коллинеарные векторы, образуют линейно-зависимую систему. Ну, по отношению к нашей четверке векторов, два вектора, которые параллельны, будут под системой. А раз эта подсистема линейно-зависима, значит и вся система линейно-зависима. Третий случай. Если А1, А2, А3 параллельны одной плоскости. Параллельны плоскости. Или по-другому компланарный. Такой термин у нас был. То тогда А1, А2, А3 линейно-зависимы. А всего леммы из этого вытекает, что А1, А2, А3, А4 тоже будет линейно-зависимы. Значит, это три случая, которые простые. Раз эти случаи сводятся по лемме и дают нужный нам результат, значит, остается разобрать четвертый случай. Когда? Это будет основной случай. А1, А2, А3. Не параллельной плоскости. То есть, не компланарной. Не параллельной плоскости. Или по-другому, не компланарной. Для доказательства нашей теоремы в этом случае нам уже потребуется чертеж. А раз мы апеллируем к чертежу, значит, мы работаем в реальном наблюдаемом пространстве, свойство которого вытекает там из нашего жизненного опыта, из аксиом Евклида, из того, что мы изучали в школе. Вот. Поэтому сейчас мы применим эти знания. Три вектора А1, А2, А3 не параллельной одной плоскости. Давайте я это нарисую. Вот. Возьму сначала два вектора, А1 и А2. Через два вектора, если я их выпущу из одной общей точки, я могу провести плоскость. То есть, можно считать, что эти два вектора лежат в плоскости. А третий вектор, он уже в этой плоскости не может лежать. Если мы начнем из общего начала, давайте эту точку обозначим через пол, третий вектор А3 уже должен выходить за пределы этой плоскости. Давайте я его изображу вот так. Ну, еще у нас в запасе есть четвертый вектор системы. Какой он может быть? Он, конечно, какой угодно. Он может быть нулевой, он может лежать в плоскости, он может не лежать в плоскости. Давайте мы разберем общий случай. Если мы выберем его как угодно, то есть, произвольным образом, то он, скорее всего, не будет лежать в этой плоскости. Поэтому я его тоже изображаю вот так. Как вектор, выходящий за пределы плоскости. Это геометрическая картинка. Теперь мы делаем на этой геометрической картинке дополнительные построения. Вы, пожалуйста, пронумеруйте, чтобы запомнить последовательность. Вектор А4. Давайте мы обозначим как ОА. Конец его, пускай, будет точка А. Через конец вектора А проведем прямую, параллельную вектору А3. Идем прямую, параллельную вектору А3. Эта прямая в какой-то момент пересечет нашу плоскость, где лежат векторы А1 и А2. Почему она пересечет эту плоскость? Почему она не будет параллельна этой плоскости? Если бы эта прямая была параллельна плоскости, то и вектор А3 был бы параллельна плоскости, а он по условию этой плоскости не параллельен. Значит прямая ОА Точнее прямая, которую мы провели Прямая, которую мы провели сейчас Она не параллельна плоскости Она следовательно пересечет Единственную точку пересечения Давайте мы эту точку обозначим через В И проведем Вектор ОВ Дальше проведем еще вектор ВА Получился треугольник ОВА И мы можем написать Сложение векторов Вектор ОА Равняется вектор ОВ Плюс вектор ВА Что мы знаем про вектор ВА Про вектор ВА мы знаем Что он параллелен вектору А3 Если я этот вектор перенесу На ту прямую, где лежит Вектор А3 Или наоборот вектор А3 Перенесу на эту прямую параллельную переносу То я могу увидеть Что эти векторы лежат на одной прямой И значит можно посчитать Во сколько раз отличаются их длины И сказать, что один из них получается Из другого умножением На какой-то числовой коэффициент Ну действительно Если у них направление совпадает Как здесь на рисунке То этот числовой коэффициент будет положительный Надо просто посмотреть Отношение длины Если направление у вектора ВА Оказалось бы противоположным То надо было бы взять Отношение длины Но со знаком минус Но в любом случае Есть некое число Которое связывает вектор ВА С вектором А3 Давайте это соотношение напишем Вектор ВА Будет равняться Гамма умножить На А3 Ну где гамма число Дальше, чтобы не загромождать эту картинку Давайте я перерисую Вот ту ситуацию Которая возникла у меня на плоскости Отдельно вот здесь То есть я теперь уже ограничиваюсь Только вот этой плоскостью Здесь я рисую, как если бы это плоскость Была плоскостью доски Я на плоскости доски Увижу такую картинку Вектор А2 Вектор А1 И у нас Образовался еще вектор ОБ А вектор ОА Я не вижу Потому что этот вектор За плоскость В этой плоскости не вижу Хотя эта картинка Та же самая, которая здесь Нарисована на плоскости Чтобы чертеж не загромождать Я ее перерисовала Здесь А что я делаю на этой картинке Через точку В Через конец вектора ОБ Провожу прямую Параллельную вектору А2 И эта прямая В какой-то момент Обязательно пересечет Обязательно пересечет Прямую, на которой лежит вектор А1 Точка может попасть В сам вектор Или точка может попасть Куда-то на продолжение прямой Все зависит от длины вектора Если бы вектор А1 был короткий То мы бы на него не попали А попали бы В его продолжение Вот эту точку давайте обозначим Через С И поставим стрелочки ОС и СВ Тогда у нас получается Что вектор ОБ Равняется вектор ОС Вектор СВ Что мы знаем Про вектор СВ Вектор СВ Параллель Прямой Вектору А2 Из тех же рассуждений Зная правила умножения векторов на число Мы можем заключить Что вектор СВ Может быть получен Из вектора А2 Умножением на какой-то числовой коэффициент Этот коэффициент давайте обозначим β То есть результат вытекает Что СВ Равняется β Умножить А2 Теперь посмотрим на вектор ОС ОС Лежит на той же прямой Что и вектор А1 Ну поэтому можно сказать Что они параллельны тоже Отсюда вытекает Что ОС Будет равняться Какой-то числовой коэффициент Умноженный на А1 Дальше начинаем собирать Полученные формулы Значит вот из этой картинки Одна формула получилась Из этой картинки получилась формула И давайте мы их соберем То есть вот формула для ОА В которую входит ВА А вот формула для ОБ В которую входит вектор ОБ А вот формула для ОБ В которую входит ОС и ЦБ Если вот эту формулу для ОБ Я подставлю сюда То я получу формулу В виде суммы трех векторов То есть вектор ОА будет равняться вектор ОС и вектор СВ и плюс вектор ВА. Для ОС, для СВ и для ВА у меня уже есть формулы, выражающие их через А1, А2, А3. Когда я получаю, что ОА, давайте теперь вот эту формулу для А4 превратим в линейную комбинацию, потому что у нас есть определение линейной зависимости, в нем формально должны присутствовать формулы, являющиеся линейными комбинациями. Вектор А4, который здесь есть, можно записать как единицу умножить на А4, потом это можно перенести в правую часть. И тогда у нас получится такая формула. Альфа А1 плюс ВСА плюс гамма А3 прибавить минус единицы на А4, равняется 0. Это уже линейная комбинация. Давайте посмотрим, тривиальная она или нет. Про коэффициенты альфа, бета, гамма я ничего сказать не могу. Они могут занулиться, в принципе. Хотя не обязательно. Они могут быть не нулит. А вот коэффициент минус единицы уж точно не занулиться. Значит, один ненулевой коэффициент обязательно есть. И отсюда вытекает, что это есть нетривиальная линейная комбинация, равная 0. Ну вот мы показали, что существует нетривиальная линейная комбинация. Мы ее даже построили, используя картинку, из четырех векторов, которая равна 0. Значит, эти четыре вектора линейно зависимы. Четыре вектора обязательно линейно зависимы. В нашем трехмерном наблюдаемом геометрическом пространстве. В чем причина такого факта? Почему четыре, почему три еще могут быть независимы, а четыре уже зависимы? Причина как раз в этой самой трехмерности. То есть, понятие линейной зависимости и линейной независимости позволяет нам реагировать на размерность. То есть, это некий признак трехмерия в нашем случае получился. Теперь, что будет, если пять векторов возьмем, шесть векторов? То есть, возьмем n больше четырех. Точнее, n больше четырех. Если мы возьмем пять векторов, шесть и так далее, то среди этого большего количества векторов всегда можно выделить четыре. И сказать, эти четыре подсистема. А любые четыре линейнозависимы. Значит, такая подсистема будет линейнозависима. А дальше применяем лимму и говорим, что если есть четверка векторов, которая подсистема и которая линейнозависима, значит и вся система, в которой больше, чем четыре вектора, будет тоже линейнозависима. То есть, эту теорему можно дальше распространить на большее количество векторов. Давайте запишем следствие из этой теории. В нашем наблюдаемом геометрическом трехмерном пространстве любая система векторов количеством больше или равно 4 всегда является линейно зависимой. В нашем наблюдаемом трехмерном геометрическом пространстве любая система векторов количеством больше или равно 4 всегда линейно зависима. То есть размерность устанавливает границу. Раз мы в трехмерном пространстве живем, значит три вектора еще могут быть независимыми, а начиная с 4 уже все они обязательно линейно зависимы. И тем самым мы перевели линейную зависимость полностью на геометрический язык. Первоначально она возникла как некое алгебраическое свойство векторов или систем векторов, а затем мы увидели как она геометрически реализуется. Для n равно 1 она дает 0 или 0 выясняем через линейную зависимость. Для n равно 2 выясняем параллельный или не параллельный, для n равно 3 выясняем компланарный или не компланарный. А начиная с 4 ситуация упрощается и все векторы оказываются линейно зависимы. Дальше записываем заголовок. Базисы на прямой, на плоскости и в пространстве. 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 Начнем с этого случая прямой. Пусть есть прямая, и мы рассматриваем всевозможные векторы, лежащие на этой прямой. И давайте среди них выберем какой-то один. Обозначим его через Е, и будем считать, что этот вектор Е неравен другому. Что можно сказать про остальные векторы по сравнению с этим Е? Если я возьму другой вектор, лежащий на этой прямой, вектор А, то поскольку они лежат на одной прямой, то я получу, что А параллельно к Е1. И зная правило умножения векторов на число, я всегда могу подобрать такой коэффициент, чтобы после умножения вектора Е1 на этот коэффициент, получился вектор А. То есть надо просто посмотреть, во сколько раз вектор А длиннее или короче, чем вектор Е, и подобрать соответствующий коэффициент. Если направления будут противоположными у векторов Е и А, то коэффициент надо будет взять с минусом. Если вектор А окажется нулевым, тогда коэффициент надо взять равным нулевым. Но в любом случае существует коэффициент такой, что А равняется коэффициенту К умножить на вектор Е. Вот так. Что это означает? Это означает, что когда мы хотим работать с векторами напрямую, мы можем выбрать один вектор как опорный, и все остальные по отношению к нему измерять с помощью коэффициента. Когда мы будем складывать векторы, отличающиеся коэффициентами, например, скажем, А равно К на Е, и В равно К на Е. Когда мы их сложим, допустим, А плюс В, то у нас получится К на Е плюс К на Е, и получится К плюс К умножить на Е. То есть сложение векторов на этой прямой сведется просто к сложению чисел, к сложению коэффициентов. То есть тем самым мы как бы векторы на этой прямой оцифровали. Вместо векторов можно рассматривать просто числовые коэффициенты, которые связывают эти векторы с каким-то фиксированным опорным вектором Е1. Вот такой вектор называется базисным вектором, или базисом. Давайте напишем определение. Базисом на прямой называется любой ненулевой вектор, лежащий на этой прямой. Базисом на прямой называется любой ненулевой вектор, лежащий на этой прямой. Так, дальше. Поскольку вот все векторы остальные измеряются по отношению к базисному, с помощью коэффициентов, то для этих коэффициентов тоже есть название. Эти коэффициенты называются координатами векторов в базисе. Коэффициенты, связывающие все прочие векторы с базисным вектором, называются координатами этих векторов в базисе. Коэффициенты, связывающие базисный вектор. Все прочие векторы с базисным вектором называются координатами этих прочих векторов в базисе. Но базис, конечно, не один. Кто-то может выбрать какой-то один ненулевой вектор, кто-то возьмет другой ненулевой вектор. То есть базисы бывают разные. Если мы хотим работать с базисами, обычно выбираем какой-то один. И после этого переходим к числам, к координатам. Но, в принципе, можно выбирать и разные. Тогда будет возникать задача пересчета координат. Координаты векторов в одном базисе не обязаны совпадать с координатами этих же векторов в другом базисе. Но пока давайте ограничимся одним базисом. То, что базис напрямую состоит из одного единственного вектора, это признак одномерности прямой. Напрямую у нас одна степень свободы, мы можем двигаться только вдоль этой прямой, меняя только одну координату. И поэтому здесь достаточно для базиса одного вектора. Обычно, когда говорят о базисе, к этой буковке Е добавляют циферку. Е1. Давайте вот так сделаем. Е1. Дальше, если мы взяли вектор А, померили его координату, то совершенно неразумно обозначать эту координату буквой К. Потому что вектор буквы А, координата буквы К, вектор буквы В, координаты буквы К. И в общем, если векторов много, то может возникнуть путаница между названиями векторов и названиями координат. Чтобы как-то систематизировать непорядочек, обычно договариваются так, что координату обозначают той же буквой, что и сам вектор. То есть пишет А равно А1 и 1. То есть А1 это будет координата, А это будет вектор. Координаты вектор А. Вот здесь у координаты я тоже поставил номер. Такой же, как у вектор А1 и 1. Причем номер я поставил внизу. Как нижний индекс. Но и так было, и так было очень давно. Но вот начиная с Эйнштейна, появилась еще одна мода. Ставить этот индекс сверху. В этом есть определенный сакральный смысл, который мы поймем немножко позже. Хорошо? Значит, Эйнштейн придумал некую договоренность, которая называется Эйнштейновская тензорная нотация. Давайте мы эти названия запишем. Эйнштейновская тензорная нотация. Из этих трех слов, ну давайте я еще по-английски прошу. Значит, слово нотейшн я перевел как нотация. Но, ваше говоря, это в английском означает обозначение. Ну, Эйнштейн это фамилия. А тензорио это тензорная. Смысл этого слова, опять же, мы пойдем поймем немножко позже. Есть такие объекты, называемые тензорами. Это геометрические объекты. Вы их будете изучать в курсе основы векторного и тензорного анализа, либо на втором, либо на третьем курсе. Хотя, да, не все. Вот те, кто в физике, будут изучать. А по-моему, у ИТСС и ИМО такого предмета вообще нет. Но, тем не менее, вы можете с этим понятием ознакомиться самостоятельно. Физики довольно часто используются. И особенно сильно используются в общей теории относительности. Которую как раз Эйнштейн придумал. И для цели этой самой общей теории относительности он и ввел такие обозначения. В остальной части физики вот эта расстановка верхних индексов, она не обязательная и не такая полезная. Но в той части физики, которая близка к геометрии, которая базируется на геометрии, следование вот этим Эйнштейновским обозначениям, оно полезно и удобно. Значит, давайте договоримся дальше, что координаты векторов будем нумеровать верхним индексом. А сами базисные векторы будем нумеровать нижним индексом. Значит, согласно этой Эйнштейновской тензорной нотации, давайте запишем эти слова. Базисные векторы нумеруются нижним индексом, а координаты векторов в базисе нумеруются верхним индексом. Согласно Эйнштейновской тензорной нотации, базисные векторы нумеруются нижним индексом, а координаты векторов в базисе нумеруются верхним индексом. Так, ну на этом базисы напрямую мы исчерпали. Переходим к базисам на плоскости. Давайте начнем тут прямо с определения. Определение базисом на плоскости. Базисом на плоскости называется любая пронумерованная пара непараллельных векторов. Базисная плоскость называется любая пронумерованная пара непараллельных векторов на этой плоскости. Слово пронумерованное иногда заменяют словом упорядоченное. Упорядоченное значит какое-то первое, какое-то второе. Хотя может в некоторых приложениях, в некоторых ситуациях ставят не номер, а скажем А, Б, а первый вектор, Б второй вектор. Но нумерация более правильная, более системная. То есть как раз у нас сохранилась картинка. Плоскость, на которой изображены два вектора А1 и А2. Здесь все хорошо, кроме равнозначений. Когда я буду говорить про базисы, я буду постоянно стараться использовать букву Е. Ну, считать, что это не моя привычка, это, конечно, абсолютно необязательно, но мне так нравится. Чтобы во всех записях, которые вы делаете, базисы сразу выделялись вот в наличии таких. Через это время я объясню, почему я такую именно букву выбрал. Значит, вот на картинке нарисованы два вектора, непараллельных, Е1 и Е2. Ну, они свободны, их можно изображать где угодно, но я нарисовала их так, чтобы они выходили из одной точки. И есть вектор О, Б. Это, по сути, любой произвольный вектор этой плоскости. Любой вектор О, Б. Какую формулу мы вывели, глядя на такую картинку, когда доказывали одну из предыдущих теорет? Мы вывели формулу, что вектор О, Б с помощью такого чертежа можно представить в виде О, С плюс С, Б. А векторы О, С и С, Б параллельны базисным векторам. И поэтому есть числовые коэффициенты, которые связывают О, С и С, Б с базисными векторами. О, С, есть какой-то коэффициент, умноженный на вектор Е1. Давайте этот коэффициент я теперь уже обозначу через А1 умножить Е1. Где А1 это число. Дальше вектор С, Б параллельен Е2, следовательно, С, Б это А2 умножить на Е2. Опять же, где А2 это число. Из этого получается, что вектор А, который есть О, Б, записывается как А1 умножить на Е1 плюс А2 умножить на Е2. То есть, представляется в виде суммы базисных векторов, взятых с какими-то числовыми коэффициентами А1 и А2. Давайте этот факт запишем как теорему. Любой вектор плоскости может быть представлен в виде суммы базисных векторов на этой плоскости, взятых с числовыми коэффициентами. Любой вектор плоскости может быть представлен в виде суммы базисных векторов этой плоскости, взятых с какими-то числовыми коэффициентами. Опять же, согласно Эйнштейновской тензорной нотации коэффициенты я наберу верхним индексом а сами базистые вектора наберу нижним индексом. Получается такая формула Вот эта формула называется разложением вектора по базису разложение вектора по базису А эта картинка иллюстрирует то, как мы на практике фактически раскладываем вектор по базису Скажите, какой инструмент мне нужен, чтобы выполнить такое разложение вектора по базису после того, как чертеж нарисован Линейка нужна с делениями Я должен измерить длину вектора ОС, измерить длину вектора Е1, для того, чтобы посчитать коэффициент А1 Дальше я должен измерить длину вектора ЦБ измерить длину вектора Е2 для того, чтобы посчитать коэффициент А2 То есть нужно измерительный инструмент, меряющий длину Ну и всякие приспособления еще нужны, которые позволяют проводить параллельные прямые Теорема гарантирует нам, что такое разложение есть, а рисунок показывает, как фактически этот разложение существует. Следующий шаг. Переходим к базисам в пространстве. Пишем заголовок «базисы в пространстве» и начинаем с определения. Базисом в пространстве называется «Любая пронумерованная тройка некомпланарных векторов». Базисом в пространстве называется «Любая пронумерованная тройка некомпланарных векторов». Базисовое пространство называется «Любая пронумерованная тройка некомпланарных векторов». «Некомпланарных» означает «непараллельных одной плоскости». Сюжет здесь будет такой же. Мы будем стремиться к тому, чтобы получить разложение вектора по базису. А как это сделать, вытекает из картинки, которую мы уже рисовали. Значит, у нас есть векторы Е1, Е2, Е3. Из них Е1 и Е2 мы рисуем лежащий легко. А поскольку вся тройка в целом некомпланарная, значит, третий вектор рисуем не лежащую в плоскости. И в отличие от предыдущего случая, когда мы доказывали теорему здесь, я векторы обозначаю буковкой Е, потому что это базис. К этим трём векторам, которые образуют базис, надо дорисовать четвёртый вектор, который мы обозначим ОА. И будем считать, что ОА – это любой вектор А. Теперь уже не любой вектор плоскости, а любой вектор пространства. Дальше воспроизводим ту же самую картинку, которая у нас была при доказательстве теоремы. То есть, с конца вектора А проводим прямую линию, параллельную вектору Е3. До пересечения с плоскостью. И эту точку обозначаем через В. И с точки О проводим вектор ОВ. У нас получается, что вектор ОА равняется ОВ плюс ВА. Про вектор ВА мы знаем, что он параллелен вектору Е3, из чего вытекает, что ВА равняется А3 умножить на Е3, где А3 – это число. Ну, а дальше еще вспоминаем про наличие вот этой картинки, которая давала нам разложение вектора ОВ. И сразу записываем, что вектор ОВ – это А1 на Е1 плюс А2 на Е2, согласно разложению вектора, лежащего в плоскости, по базису в этой плоскости. Создав эти две формулы, мы получаем разложение вектора А по базису в пространство. У нас получается, что вектор А равняется ОА, это есть А1 на Е1 плюс А2 на Е2 плюс А3 на Е3. Это разложение вектора по базису. А коэффициенты, как и раньше, это координаты вектора А. А вот эти две картинки показывают, как нам это разложение фактически... Опять, что нам нужно, что такое разложение фактически выполнить? Нужно какое-то устройство, которое позволяло бы проводить нам прямую, параллельно другой прямой. Какое-то устройство, которое бы позволяло найти точку пересечения этой прямой с плоскостью. Ну, это может быть, например, лист бумаги, а та прямая может быть изготовлена, например, из проволоки. И тогда, выпустив и проткнув в этом месте лист бумаги, мы получим точку. По этой точке и по двум векторам Е1 и Е2, нарисованным на этом месте бумаги, сделав такой чертеж, мы найдем оставшиеся два коэффициента. То есть, и при этом, опять же, потребуется линейка измерительная, чтобы мерить длины и сравнивать, для нахождения числовых коэффициентов А1, А2 и А3. Как можно смотреть на базис? На базис можно смотреть, как некий инструмент для оцифровки векторов. Вместо самих векторов можно рассматривать числовые коэффициенты в разложениях по базису. То есть, на базис можно смотреть, как на некий измерительный инструмент, позволяющий векторам присвоить числовые коэффициенты. Но здесь очень важен такой момент. Если вы знаете коэффициенты А1, А2, А3, умножив на вектор и сложив, вы получите вектор А. И это действие однозначно вам определит вектор А. А вот в обратную сторону возникает вопрос. Если вектор А задан и базис задан, коэффициенты А1, А2, А3, они определяются однозначно, или у одного и того же вектора могут быть разные наборы коэффициентов? От чего это зависит? Ну, давайте посмотрим на картину. На этой картинке я плоскость провел через векторы Е1 и Е2. А мог я провести плоскость через векторы Е2 и Е3? Мог ведь? Да. И тогда я бы начал с того, что проводил бы прямую параллельную Е1 до пересечения с плоскостью, образованной векторами Е2 и Е3. Картинка получилась бы другой. И вот эти вот, после перенесения туда, на плоскость эта картинка тоже получилась бы другой. И там были бы, возможно, какие-то другие коэффициенты. Заранее никто не может гарантировать, что эти коэффициенты будут такими же, как если я рисую вот так. То есть потенциально разные способы изображения или способы разложения вектора по байсу могут потенциально привести к разным результатам. Но если бы это было так, то это было бы крайне неприятно. То есть это означало, что я могу не узнать вектор А по его коэффициенту, потому что он может быть изображен с помощью одного набора чисел или с помощью другого набора чисел при разных способах разложения. Такая неприятность сделала бы базисы бесполезными. Ну, это так же, как если вы работаете с плохо функционирующим измерительным прибором, когда он меряет одну и ту же величину, а показывает разные показания. Это было бы нехорошо. Значит, нам надо как-то утвердить или выяснить, доказать, что разложение векторов по базису всегда единственное. Это называется теорема единственности. Давайте мне ее сейчас доказать. Значит, заголовок. Теорема о единственности разложения векторов по базису. Теорема о единственности разложения векторов по базису. Я докажу ее для базисов в пространстве, как для наиболее сложного и наиболее общего случая. Глядя на эти доказательства, вы легко сможете его переписать для случаев векторов на плоскости, для случаев базисов на плоскости и для случаев базисов внутри. Докажем эту теорему для... А, у меня такая, ну, очевидно. Разложение любого вектора по заданному базису в пространстве единственное. Разложение любого вектора по заданному базису в пространстве единственное. Несмотря на то, что теорема геометрическая, я апеллирую в каком-то смысле вот к таким разнообразным чертежам, доказательство ее будет чисто алгебраически. Предположим, что у вектора А есть два разложения. Одно из них обозначено так. А равняется А1Е1 плюс А2Е2 плюс А3Е3. Ну, и я надеюсь, вы уже привыкли к тому, что мы пишем индексы наверху и не путаете это со степенем. Это номер. Второе разложение я напишу таким же, что над коэффициентами поставлю волну. Тот же вектор А. Пусть размножим вторым способом, как А1 с полной набирается плюс А2 с полной, на ней 2 плюс А3 с полной, где 3. Давайте одно разложение отнимем от другого. То есть А минус А, и здесь вот эту сумму отнимем в эту сумму. Если это верный разложение, это верный разложение. Мы можем от одного верного разложение от другой верный разложение. В итоге тоже получится верный разложение. То есть А минус А, это будет ноль. Этот ноль будет равняться эта сумма минус эта сумма. Но в этой сумме есть общий множитель. Вот здесь вот Е1Е1, и подобные слагаи есть. Е2Е2, Е3Е3. То есть мы можем после вычитания одной суммы от другой привести подобные слагаи. И формула 2 после решения подобных слагаи будет так. В скобках А1 минус А1 с полной умножить на Е1, прибавить А2 минус А2 с полной умножить на Е2, прибавить А3 минус А3 с полной умножить на Е3. В скобках стоят разности коэффициентов. Коэффициенты? А, да, 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 да. Все идет. Здесь все сверху, да. Так, разности коэффициентов. Сами коэффициенты это числа. Разности чисел это тоже числа. То есть фактически вот все эти скобки это числа. И тут написано Е1 с числовым коэффициентом плюс Е2 с числовым коэффициентом плюс Е3 с числовым коэффициентом. То есть это линейная комбинация. Линейная комбинация. И что про эту линейную комбинацию мы знаем? То, что она равна нулю. Значит, в результате, если два разважения есть, то мы получили линейную комбинацию, равную нулю. Теперь вспоминаем. А что мы знаем про базис? Базис это три некомпланарных вектора. Когда мы разбирали линейную зависимость для случая трех векторов, мы сказали, что три вектора могут быть линейно-зависимыми в том и только в том случае, когда они компланарны. В том и только в том. А если они не компланарны, то какие они? Могут они быть линейно-зависимыми? Нет. Потому что они линейно-зависимы в том и только в том случае, когда они компланарны. А тут нет компланарности. Значит, эти три вектора, Е1, Е2, Е3, линейно независимы. А что можно сказать для системы векторов, которая линейно независима, и у которой линейная комбинация оказалась равной 0? Что можно сказать про эту линейную комбинацию? Вот из этого вытекает, что линейная комбинация, это есть тривиальная линейная комбинация. Почему? Потому что если бы эта линейная комбинация была нетривиальной, то это бы значило, что существует нетривиальная линейная комбинация, которая обнулилась, которая оказалась равной 0. А это как раз есть определение линейной зависимости. То есть тогда бы при векторе Е1, Е2, Е3 были бы линейно зависимы. А они же линейно независимы всего не компонатны. Значит, если линейная комбинация этих независимых векторов занулилась, то из этого моментально вытекает, что это тривиальная линейная комбинация. А чему равны коэффициенты тривиальной линейной комбинации? Только 0 могут равняться. Это просто определить тривиальность. Значит, из этого следует, что коэффициенты, которые в скобках, А1 минус А1 с волной равняются 0. А2 минус А2 с волной равняются 0. А3 минус А3 с волной равняются 0. А из того, что эти разности равны 0, уже означает, что эти коэффициенты одинаковые. То есть А1 равно А1 с волной. Пользуйся сюда, забывая в стороне сверху. Ну и вернувшись в начало, мы пришли к противоречию с тем, что допустили. Мы сказали, что пусть есть два разных разложения. Оказалось, что эти допущения, если мы прошли по этой цепочке доказательств, приходят к противоречию, оказывается, коэффициенты у этих двух разложений одинаковые, и значит, они сами одинаковые. При этом совершенно неважно, каким геометрическим способом вы построили эти коэффициенты. Так как вот на этих двух рисунках, или выбирать какие-то другие плоскости, или, может быть, придумали какой-то свой способ нахождения этих коэффициентов. Там, не знаю, может, построили какую-то координатную сетку, там, или еще что-то использовали. При любом способе, вы всегда, если вы действуете правильно, то найдете координаты вектора, которые определяются по этому вектору и по базису однозначно. Вот. Доказательства для базисов на плоскости и для базисов на прямой аналогичны, потому что во всех этих случаях базисы являются линейно независимыми системами векторов. Давайте, как примечание, давайте напишем, что базисы всегда являются линейно независимыми системами вектора. Базисы всегда линейно независимы. А из линейной независимости вот такие рассуждения, они легко приводят к доказательству. Просто количество сладаемых будет меньше. На плоскости будет 2, на прямой будет просто одно сладаемое. Дальше, делаем вывод из вот этой единственности и из возможности разложения вектора по базису. Значит, с каждым вектором можно связать набор его координат. Координаты – это числа, пронумерованные верхним индексом. Если мы хотим записать эти числа в матрицу, то как мы должны их расположить в матрице? Верхний индекс, согласно нашей договоренности, опять же, это номер строки. Если у нас есть 1, 2, 3, значит, мы должны записать это в три разные строчки. То есть у нас получится столбик. Такой столбик принято называть столбцом координат вектора А. Каждому вектору соответствует столбик из его координат. И наоборот, по координатам мы всегда можем вычислить сам вектор. Поэтому соответствие взаимно однозначное. А что является посредником между вектором и его координатами? Таким посредником или средством, устанавливающим это взаимно однозначное соответствие, является базис. Как только задан базис, между вектором и его координатами в этом базисе устанавливается взаимно однозначное соответствие. И с помощью базиса, как средства оцифровки, мы можем заменить работу с геометрическими объектами, то есть векторами, на работу с числами. И в этом большей частью и состоит суть нашего предмета. Оцифровка геометрии. Перевод геометрии в язык алгебры. Теперь насчет обозначений, почему я выбрал букву Е для базиса. С координатами вы в школе тоже работали. Обычно, если вы работали с координатами на плоскости, то вы использовали клетчатую бумагу. И на этой клетчатой бумаге вы рисовали оси координат. Одно обозначали х, на другое обозначали у. Здесь ставили нолик. Ну и здесь ставили единицу, здесь ставили единицу. И фактически вы выбирали базис вот такой. Равный в стороне этой клетчатой бумаги. И здесь выбирали вектор, который равен стороне этой клетчатой бумаги. И по сути, когда вы какой-то вектор раскладывали, вы делали проекцию. Делали проекцию сюда. И потом измеряли, во сколько раз длина этой проекции больше, чем длина квадратика на клетчатой бумаги. То есть, по сути, вы работали в такой ситуации с прямоугольным базисом, в котором векторы имеют единичную длину. А слово единичное начинается с буквы Е. Поэтому выбрал букву Е. Значит, в той ситуации, в которой мы сейчас работаем, единичность уже утрачена. И прямоугольность тоже утрачена. Вместо прямоугольности есть только требование некомпланарности. Пространстве или неколинярности, или непараллельности на плоскости. То есть, базисы теперь стали косоугольными. Значит, давайте мы запишем сокращенные обозначения для косоугольных базисов. Когда я хочу сказать косоугольные базисы, я буду писать вот так. КСВ. Косоугольный базис в нынешнем нашем понимании будет означать, что это любой базис, в котором заранее не сказано, что векторы обязаны быть перпендикулярны. Если мы хотим сказать, что векторы перпендикулярны, то слово перпендикулярны мы заменим тем более заумным словом ортогональными. То есть одно и то есть. Поэтому напишем вот так. Ортогональный базис. А если мы еще дополнительно требуем, чтобы векторы перпендикулярны друг другу и единичны под линию, то здесь надо будет написать еще одну букву добавить. О, Н, Б. Где Н означает нормировка. Или базис будет такой называться ортонормированный. Орто – это часть от слова ортогональный, а нормированный – это значит нормированный на единичную длину. То есть векторы выбраны с единичной длиной. Теперь, насчет единичной длины я хочу… У нас время кончается, но я все-таки хочу сделать это отступление, потому что для физиков это важно. В каких единицах надо измерять длину вектора? Какие у нас есть единицы длины? Метры, сантиметры, миллиметры, нанометры. Вот у нас это такая модная часть направления физики. Километры, парсеки, световые года и так далее. То есть масса всяких из длины. Вот. А что же такое единичный вектор? Это один сантиметр, или это один метр, или это один километр, или это один световой год. Разные будут получаться? Поэтому есть некая неоднозначность в понимании единичности. Как ее устранить? Давайте вспомним, что в физике бывают векторы, у которых длина измеряется вовсе не в единицах длины. Есть такие. Например, вектор скорости, или вектор силы, или вектор напряженности магнитного поля, или вектор напряженности электрического поля. Итак, это векторы, которые имеют направление и имеют величину, но величина их измеряется в тех единицах, какое физическое явление они описывают. Значит, эти векторы, ну как бы допустим. Можем ли мы нарисовать вектор силы длиной в 1 ньютон? На доске могу я нарисовать вектор длиной в 1 ньютон? Не могу. Потому что это обозначало, что, вот если я так нарисовал, то это обозначало, что расстояние одной точки до этой точки равняется 1 ньютону. Но расстояние не может ньютон определиться. Так ведь? Поэтому, когда рисуют такие векторы, пользуются определенной условностью. То есть, предполагаем, что есть какой-то масштаб. Скажем, договариваются, что 1 ньютон изображаем как 1 сантиметр. И в этом масштабе у нас получается картинка. То есть, векторы, у которых природа не является векторами длины, изображаются с использованием масштабного множителя. И если выбрать масштабный множитель, мы можем нарисовать и ньютоны, и эрстеды, и я не знаю, в чем еще разгряется физический ньютон, и метры в секунду, и вектор ускорения можем изображать графически, с помощью масштабного множителя. Теперь, такой вопрос. А может ли длина вектора измеряться ни в чем? То есть, она быть безразмерной. Бывают ли безразмерные величины в физике? Число коэффициентов. Число коэффициентов. Ну, в математике есть безразмерные числа. Это число е, число пи, у которого нет никакой размера. В физике тоже, оказывается, бывают безразмерные величины. Вот запишите такую фразу. Постоянная тонкая структура. Постоянная тонкая структура. И в Википедии посмотрите, что это такое. Это физическая безразмерная величина, примерно равная 1, деленная на 137. Она отвечает за расщепление уровня энергии атомов, помещенных в электрическое или магнитное поле. Что? Время. Да, время. Теперь, последнее замечание. Вектор единичной длины. Мы будем понимать вектор, у которого длина равна числу 1. Просто числу 1. Не 1 сантиметр, не 1 километр, а просто числу 1. Такой вектор нарисовать нельзя. Но если мы выберем масштаб, скажем, будем считать, что на нашем рисунке число 1, вектор длины 1 соответствует картинке вектору длиной 1. То есть так же, как и векторы силы, так же как вектор ускорения, скорость и так далее, с помощью масштабного множества можем изобразить векторы, у которых длина есть просто число. А единичные векторы в базисе дальше мы будем понимать не как вектор, у которых длина равна одной клеточке на клеточной тетради, а как вектор, у которого длина равна в точности числу 1. Продолжение следует...